Каждый, кто читал сказку Морозко, понимает, как же трудно жить на свете без родной мамы. Но не каждому дано прочувствовать эту ситуацию на своей шкуре. Лена рано осиротела. Долгое время девочки не рассказывали, как это произошло. Бабушка и тётка, которая взяла ребёнка под опеку, в один голос твердили, что мамочка улетела на небо. Ну и когда же она прилетит обратно? «Как долго мне её ещё ждать?» – спрашивала шёпотом Лена, поглядывая на облака, пролетающие над их домом. Только, когда бабушка ушла в загробный мир, Лена поняла, что мама никогда не вернётся. Старушке стало плохо с сердцем. Она упала на глазах у Лены и почти моментально скончалась. Тётка даже не успела вызвать скорую. «Так же и мама моя умерла, да?» – тихо спросила Лена, глядя на умершую бабушку. «Нет, не так. Твоя мать потонула в речке», – ответила тётка. «Как это утонуло?» – оторопела девочка. «А вот так, нечего было с пьяными мужиками купаться ходить». Отрезала тётка. «Моя мамочка с мужиками? Да что вы такое говорите, тётя Маша?» Лена была готова разрыдаться. «Да, представь себе, не ожидала? А ты что думаешь, что она святая была что ли? Ты сама-то, как на свет появилась? Правда что ли думаешь, что тебя аист принёс? Или мамашка твоя тебя в капусте нашла?» Тётка как будто радовалась, что теперь никто не сможет запретить ей говорить ту правду, которую она так хотела говорить. Сразу после похорон бабушки, тётка очень сильно изменилась в отношении к девочке. Она и раньше-то не очень любезной с девочкой была, а теперь как будто радовалась, издеваясь над ребёнком. Лена батрачила на тётку с утра до вечера. Всю грязную работу по дому тётя Маша перекладывала на ребёнка. Лена должна была чистить туалет, освобождать выгребную яму, клетки с кроликами тоже были её заботой. Носить дрова, а зимой воду из колодца носить, да и многое другое. А чего коня гонять зазря, он поди не казённый, когда дома вон корова молодая без дела сидит. Поговаривала тётка. Не переломится, если зачерпнёт ведёрком водицу, да до дома принесёт. Отвечала тётка на расспросы соседей. Помимо того, что девочка делала, Лена должна была по мнению тёти Маши обязательно учиться на отлично. За каждую четвёрку она бронила Лену, не стесняясь в словах. Одним словом, тяжело жилось девочке после смерти матери, а уж после ухода бабушке стало ещё тяжелее. Сама-то тётка Маша так и не вышла замуж и своих детей у неё не было. Казалось бы, живи и радуйся, что у тебя хоть племянница есть. Но было такое чувство, что тётя Маша словно пыталась выместить на девочке непонятную обиду и злость. Когда начались каникулы, Лена должна была ходить в лес. Собирать грибы и ягоды. Каждый божий день, как на работу. Без выходных и праздничных дней. В шесть утра девочку выпроваживали из дома в лес. Вместо того, чтобы отдыхать и гулять со сверстниками, Лена ходила на сбор грибов и ягод. «Да куда ж столько-то много?» Удивлялась девочка. «А зимой ты, что жрать будешь? Я что ли кормить тебя буду? Доброй бабушки теперь нет. Не для меня стараешься, а себя обеспечиваешь. Вот сколько наберёшь, то и будешь есть», — отвечала тётка. «Так я вроде ещё и в огороде работаю, и за кроликами тоже ухаживаю». Как-то сказала, «Лена, а ты на моих кроликов свой рот не открывай, они не на твои деньги куплены». Подумаешь, пару раз травы накосила, гляди, переломилась. Долго орала тётка Маша на девочку. Однажды в лесу при сборе ягод Лена услышала какую-то странную возню. Отставив корзинку, она пошла на звук. То, что увидела девочка, повергло её в шок. Какой-то изверг обустроил в лесной чаще волчью яму. Про такое Лена только в книжках об охоте читала. Как оказалось, она не одна читала такие книжки. На кольях висела волчица, а вокруг ямы бегали волчата, пытаясь прыгнуть к матери в яму. Малыши не понимали, что с ней случилось. Лена, недолго думая, вытрясла из корзины все ягоды и посадила в неё двух волчат. Нельзя было оставлять малышей на погибель в лесу. Само собой домой девочка не могла их отнести. Тогда Лена отправилась к Фёдору Михайловичу. Старик когда-то служил в лесу, наверное, сотню лет не меньше, так думала девочка. Седой и нелюдимый егерь редко бывал в деревне. Но когда Лена встречалась с ним в магазине, он почему-то приветливо ей улыбался. Она была уверена, что Михалыч не откажет в такой помощи. «Ох, уж какие ладненькие! Ты где таких взяла?» Спросил егерь девочку, рассматривая волчат. Лена рассказала о страшной находке. Михалыч помрачнел. Уже давно он безуспешно гонял по лесу браконьеров, которые ради своей забавы убивали лесных жителей. Девочка показала егерю место, где нашла волчью яму. Он закопал ловушку вместе с волчицей, а потом, вернувшись в сторожку, вместе с девочкой стал обустраивать волчат. Лена пообещала ему, что будет помогать растить найденышей. Один малыш все время толкался мордочкой Лене в ладошки и кряхтел, порыкивая, словно ворчал. Конечно, он получил кличку Ворчун. Второй малыш сидел спокойно и стал в противовес молчуном. Ворчун и Молчун поселились у егеря во дворе. В хорошем настроении девочка вернулась домой. «Так, а где ягоды?» – гневно спросила тетка. «Не нашла», – ответила Лена, глядя в пол, она не хотела рассказывать злобной тетке о своей находке. Девочка также не хотела рассказывать и о том, что подружилась с егерем. Теперь Лена была довольно частой гостьей у Михалыча. Волчата стали настоящими лениными друзьями. Теперь девочка практически не собирала ни ягоды, ни грибы. Она только улыбалась и смотрела в пол под теткины расспросы. Мария чувствовала, что что-то происходит с девочкой и решила проследить за ней. Когда она увидела, что Лена ходит к егерю в сторожку, то прямо там подняла жуткий скандал. «Ну, что старый пень, доволен?» – добрался таки до девочки. «Ну погоди, я накатаю на тебя жалобу в администрацию», – орала тетка Маша. «Да катай ты, что хочешь, а лучше себя вон куда-нибудь закатай», – улыбаясь, ответил егерь. После ухода обиженной тетки Лена стала расспрашивать Михалыча, что означали теткины слова. «А что значит добрался до девчонки? А ты разве не знаешь, тебе, что ничего не рассказывали?» – спросил Михалыч. «О чем?» – опешила Лена. Егерь присел и стал рассказывать, трепя за ухо ворчуна. «Когда тетка Маша была молодая, она хотела выйти замуж. Приглянулся ей мой сын Степан. Но тетка твоя и молодой была не менее толстой, чем сейчас. Кажется, что покушать она любила больше, чем хотела выйти замуж». Степан не обращал на нее никакого внимания. Ему очень нравилась совсем другая девушка. Звали ее Ольга. Она была очень красива, стройна и хороша собой. Близилось у них дело к свадьбе, но вот несчастье – погиб мой сын. Разбился на мотоцикле. Вскоре та девушка родила ребенка. Я знал, что девочка от моего сына и радовался, что в ней будет его продолжение. Когда у девочки погибла мать, я очень хотел забрать ее на воспитание, свою единственную внучку. Однако кто же разрешит одинокому старику взять ребенка, а по документам и вовсе чужому человеку. И девочку отдали тетке, сестре ее матери. Тетке Маше, которая всю жизнь злилась на моего сына, на меня, на тебя. Да на кого угодно, кроме себя самой. Лена стояла с открытым ртом. Оказывается, она всю жизнь ходила мимо родного деда и улыбалась ему, даже не подозревая об этом. Нечего было и думать. Решено прямо сейчас, она переезжает жить к Михалычу. Никакая тетка не сможет ей помешать теперь. Лена жила с любимым дедушкой, который оказался самым добрым и самым лучшим человеком на свете. Он рассказал ей, что тетка Маша из злости наврала про мать. Ни с какими мужиками она никуда не ходила, а утонула, когда пыталась спасти ребенка, попавшего на пляже в водоворот. Шло время. Ворчун и Молчун выросли совсем здоровыми волками. Они бегали по лесу и даже не подозревали, какая напасть приближается к их маленькой подружке. Получив пожизненный срок, с этапа в колонии сбежали двое заключенных. Теперь им было нечего терять. Мужики прекрасно знали, что рано или поздно их поймают, а это значит, что нужно брать от жизни все. Сидеть пожизненно, так уж заслуженно, считали они. Первой на пути в деревню им попалась избушка егеря. Они скрутили Михалыча в два счета и стали приставать к Лене. Сначала требовали продукты. Девочка выставила на стол все, что было в доме. Заключенные хотели отпраздновать свой побег беленькой. Михалыч сроду не держал таких напитков дома. Тут зэки стали злиться и обещали расправиться с девочкой самым мерзким образом. И тут вдруг на пороге появилась тетка Маша. Она не знала о случившемся в доме егеря и пришла ругаться по поводу Лены. Тетка хотела забрать ее домой. Теперь-то некому было работать по дому и делать приходилось все самой. Она решила на законном основании потребовать вернуть ей Лену. Ух ты, какая пухленькая булочка пожаловала к нам, крикнул один из зэков, а второй сразу накинулся на тетку Машу, пытаясь повалить ее на пол. В этот момент Лене удалось выскользнуть из избушки. Сломя голову, она бежала в деревню и вдруг на пути ей повстречались две веселых мордахи Ворчуна и Молчуна. Они давно не виделись со своей маленькой хозяйкой и весело виляли хвостами. Недолго думая, Лена скомандовала им спасать Михалыча и тетку Машу. Через открытое окно волки залетели в дом. Что началось там, не передать словами. Лесные звери рвали зэков как хотели, а Лена в это время добежала до деревни. Оперативники сказали, что такого легкого задержания у них еще не было. Тетку Машу с той поры, как подменили. Она благодарила Лену и волков за свое спасение. Тетка больше не требовала, чтобы девочка жила у нее и даже каждый месяц приносила Михалычу деньги, которые оказывается государство платило ей за опеку над ребенком. Девочка даже не подозревала об этом. Она думала, что тетка кормит ее за свои деньги. Ворчун и Молчун до конца своих дней оберегали Михалыча и Лену. Жаль только волчий век не так уж долг. Вот такая добрая история. Спасибо, что дослушали до конца.